ребятушечки и девчушечки рад вас всех приветствовать на нашем канале сегодня у нас на обзоре очень интересные наушники не дешевые сразу вот так скажу но вот реально классные меня всегда интересовал вот такой вот вопрос как бы стоят ли дорогие наушники своих денег или за что там такая переплата и вот сегодня одни из этих наушников будут у нас на обзоре и это вот чтобы долго не затягивать мы все поняли уже по названию по картинкам это фио fh5s спасибо виталию братухи из города клайпеды из дружественной нам страны республики литвы огромнейшее брат спасибо что дал ознакомиться с этим чудесными просто ушками потому что сам бы я себе навряд ли бы их купил сейчас как бы я выше выше четырех тысяч гривен в сегменте нет в ценовом сегменте не поднимаюсь но благодаря виталию есть вариант пощупать наушники в два раза дороже ссылочка сейчас на распаковочку этих наушников всплыла не только там они были там я и цены говорил но я еще об этом расскажу вот сейчас мы на них посмотрим ближе комплект поставки у меня не полный но я оставлю в описании внизу роликах во первых где виталий их покупал во вторых как бы официальный сайт фио там можно будет все это посмотреть нам как бы немного действительно дороговато из литвы и обратно слать это все как бы спасибо вот и на таком комплекте поставки и как бы как тут дак нос красивый замечательный жена ни разу не хвастается вот такая вот она у меня умница вот так вот так цветут у нее кактусы следующий когда за цветут мы тоже обязательно покажем ладно это все лирика давайте посмотрим на внешний вид этих наушников вот в таком кейсе пришли ко мне эти наушники это чехол для хранения этих наушников я не уверен что это как бы для переноски хотя можно и для переноски ну как бы для хранения точно вот так вот он выглядит это эко кожа или шкура молодого дермантина внутри вот подлозы под ложечка тряпчанная велюровая чтобы не царапались ваши ваши наушники ваше сокровище вот такой вот кабель сейчас мы о нем поговорим вот такие вот штекеры так сразу беру пакетики skinner и они тут как бы не смотрятся вообще вот такие вот сменные штекеры кабелю сейчас я это покажу не убивать не разбиваться вот такой вот ключик скрипичный или фиовичный вот и сами сами наушники фио прошу любить и жаловать фио f h5s вот как бы так они выглядят наушники полу открытого типа mmsx коннектор и вот такие вот у нас тут сеточки если вы видите вот как как бы как-то прямоугольно сделано не знаю не знаю зачем но выглядит тоже интересно вот такой вот полоской вот они бывают двух цветов черные и серые соответственно или серебристые черные золотистым вот этот цвет мне нравится не знаю как кому может кому-то цыганщиной но мне вообще тут крепко крепко нравится у наушников есть вот видите звуководы у меня средний поднят вверх потом объясню как и по какой причине я это сделал но вот как бы так давайте к кабелю кабель у нас четырех жильный но помимо того что он четырех жильный он вообще 120 жильный там вот маленькие маленькие жилки в каждой из этих четырех жилок еще как бы находятся другие жилки ну может получится вам рассмотреть ну вот вот такой вот кабель вот такой вот разветвитель с фио надписью с названием бренда вот такой аккуратный бегунок все как бы ездит все как бы замечательно красиво ну то есть кабель вообще не то чтобы по по его свойствам вот не знаю на по мороза сейчас нету не дубил у меня на морозе но такой в средней жесткости в меру эластичный хороший добротный кабелек вот они в mcx коннектор и с обозначением каналов правого и левого да и давайте подойдем штекер вот такая вот здесь как вот санха в инструментах это называлась сама у меня был такой прошивочный крючок в детстве вот ты его раскручиваешь и аккуратненько изымаешь достаешь из него коннектор вот здесь 44 контакта вот здесь резьба очень важно обратите внимание здесь вот как вот направляющая направляющая здесь вроде выемки внутри не знаю видно вам или нет видно видно точно вижу что видно внутри в роли выступа и главное аккуратненько попасть в эту направляющую вдеть в контакты а потом закрутить все и вы имеете уже как бы на два с половиной балансный выход вот на три постоянно часто это делать я думаю не стоит чтобы ничего не случилось с вашими контактами но вот как бы возможность такого тюнинга имеется если вы помните да вот сейчас ссылочка всплывет на видео там где я рассказывал что у меня фио разный звук идут искажения с балансного 44 я вот с этого кабеля все-таки еще раз проверил и да есть ну вот здесь на этих наушниках конкретно на этих наушниках ощущается меньше не так резко перепад вот этот вот от темного к светлому на два с половиной но тоже ощущается уже плавнее гораздо ну это как особенность этих наушников что ли я об этом сейчас расскажу сами вот такие вот давайте я вам сейчас озвучу их не характеристики технически а потом померяем звуковод и так здесь у нас в этих наушниках находится два динамических излучателя это 12 миллиметровый и 6 миллиметровый то есть это не какое-то решение там где двойной двойная диафрагма или еще что то здесь реально стоят два динамических излучателя 12 с бириллиевым покрытием в 12 миллиметровом еще стоит как бы тонкая прослойка прокладка полиуретановая каучуковая и это 12 миллиметровый драйвер отвечает за низ частотного диапазона за серединку отвечать 6 миллиметровый драйвер тоже с бириллиевым покрытием на диафрагме вот напылением берем его и есть еще от ноуз арматурка это арматурка у нас 3 317 т т т в фк вот и она отвечает за в ч сопротивление у нас здесь 40 он достаточно такой немаленькая до чувствительность 106 децибел частотный диапазон от 10 герц до 40 килогерц и кабель сменный длина его 120 сантиметров вот метр двадцать целым сих коннекторами вес одного наушника 8 и 8 грамм то есть не такие вот не маленький но в ушах сидят отлично вот за счет вот этой вот формы то есть как 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 же как же она универсальные кастом и вот за счет вот этой формы в ушах сидит хорошо поначалу может конечно показаться если у вас были более легкие наушники вы конечно их почувствуете в своих ушах но это как бы будет поначалу потом вы привыкнете и перестанете чувствовать этот вес надо человек привыкает ко всему смотрите 5 и 5 у нас звуководы на звуководах небольшой выступ для удержания амбушюр вот звуководы достаточно широкие я люблю когда широкие звуководы в длину 22 миллиметра да все верно в ширину 17 с половиной миллиметров вот такие вот наушнички и давайте поговорим о подборе аксессуаров сюда я понимаю что как здесь тут такой шикарный комплект поставки и в амбушюрах и в кабеле в самом вот это что здесь можно трехполосный встроенный эквалайзер менять звук прямо на самих наушниках механически то есть как бы это не совсем то что как бы нужно этим наушникам они в полноценны в своем комплекте поставки все можно как бы порешать скажем так с их ними с собственными комплектующими но все же я кое-какие еще ну то есть проверил по амбушюркам по кабелям сейчас я вам все это расскажу такие я использовал кабели и ну давайте начнем с амбушюр которые у меня были на ммс и коннектор эти использовал по амбушюрам модель смотрите она не категоричная с практически со всеми амбушюрами она звучит очень очень хорошо мне вот допустим по удобству зашли вот эти скоро как бы тоже планирую на них закончить обзор просто как бы удобно хорошо сели в уши достиг шумоизоляции и замечательно практически там утнут разницы какой-то допса вот с вот этими светлящими дуну спинфит сотыми то есть как бы не было практически никакой да участвует ссылка на плейлист с аудиоаксессуарами там как бы обзоры на все эти вещи но кроме вот вот этих пока еще на эти готовится обзор скоро будет я надеюсь на следующей неделе ну там посмотрим не будем загадывать вот звучат они практически одинаково меня вот это очень сильно поразило то есть они не категоричны к амбушюрам то есть вот так вот так вот с этими нет практически никакой разницы же просто по удобству я выбрал именно вот эти амбушюры от этих у меня уши чешутся я долго в них не вывожу не очень подошли в плане звука вот эти вот мандаринки вот как-то вот знаете как поставил простой кабель от козы вот ну не очень получилось не очень сели вот эти вот sp100 145 и не сели они потому что именно в уши не сели не по самому звуку а в мои уши как бы не сели то есть как бы с амбушюрами понятно они очень очень малое влияние оказывают на звук именно в этих наушниках наушники как-то как-то универсальны в этом плане главное чтобы вы достигли полной шумоизоляции и то есть как бы в ушах сидела все комфортно и компактно видать это за счет того что они вот полу открытого типа это вот ну первые мои наушники полу открытого типа которого у меня на обзоре которые у меня были в ушах и меня очень вот это вот не критичность к выбору амбушюр лишь бы только вот как бы вам были удобно и сели ваши ваши уши вот мне как бы это сильно в них впечатлило там понравилось отметилась что вы как бы так по кабелям если вы помните эти все кабеля от хинш как как как-то так это контора называется даже вы все их найдете у меня на обзорах и ссылка на них на и продавца кстати рекомендую продавцов с этими кабелями нормальный парень я у него сейчас вот еще серебряный чисто серебряный кабель заказал жду в этом месяце ладно это я уже отошел от темы то есть вот этот кабель он обычно светлит подачу любых наушников с ним сразу наушники становятся светлее я первым его ставлю поэтому первым вам и покажу что произошло здесь у меня я поставил этот кабель видите до щелчка и подача резко изменилась резко изменилась ну то есть не настолько чтобы конкретно а давайте я порежу нибудь амбушюра то не смотрятся без амбушюр как бы вот так лучше то есть ушла в глубину появилась какая-то вот такая раз и чуть больше глубже глубже стала сцена вот какой-то маг как вот маленький надбавочный весик проявился и меня это удивило настолько потому что ну то есть как бы если сродни то подача стала как бы капельку темнее это сложно назвать но вот тяжелее и сцена ушла больше в глубину чем ширину и я от этого кабеля этого совершенно не ожидал на этих наушниках и ну мне как бы не очень с родным кабелем они звучат гораздо гораздо лучше и вот сейчас я кстати вам покажу как работает этот ключик это ключик для того чтобы сменять кабеля спокойно не вырывает не это вот тут раз за секундочку все вышло они когда ты руками это пыжишься вырываешь этот кабель я уже вешать не буду тут уже отличный кабель который обычно же делает подачу жирнее как-то вот чуть-чуть ее не темноте а больше наверно вот к теплоте приводит на этих же наушниках получилось так что он просто расставил акценты на вокале как-то вот в бокале прорезались новые нотки что ли мог бы это было интересно вот этим кабелем я бы как бы их слушал бы с этим ну а так на самом деле родной кабель отвечает всем требованием родной кабель делает сцену в ширину очень очень приятной и как бы в глубину не ну не настолько углубляется чтобы за счет этого страдала ширина как допустим с этим кабелем примерно вам поведал то как-то как влияют на них аксессуары я же сразу по амбишурам но нет смысла сюда покупать какие-то добавочные если у вас конечно есть попробуйте а вот по кабелю можно поэкспериментировать кабель может быть что-нибудь добавить но опять таки я не вижу в этом смысла потому что этот кабель он очень очень неплох и на все случаи в жизни пока без еще других коннекторов не придумали ну разве что три с половиной балансный нужен нам тут или нет вот как бы такой вот у нас был подбор аксессуаров ну что переходим теперь к звучанию этих наушников и к звучанию этих наушников только сначала такую маленькую ремарочку по жанрам они всеядные я прогнал их абсолютно на все на всем это звучит красиво и интересно от последней синтетики до каких-то как бы объемных живых концертах и инструментальных везде эти наушники хороши и по источникам к мобильному телефону их конечно можно подключить но он не справится это будет как бы и не ярко ну и не стоит этого делать выкинутые деньги даже вот мой блютуз ресивер от хидис ну как бы не справился звучит довольно как бы простенько ну звучит слушать можно я пользовался с работы когда ехал чтобы без проводов то есть вполне нормально но все же как бы что-то ему нужно помощнее чтобы его раскрыть но хотя бы что-то среднего ценового сегмента с фио q3 это было здорово и замечательно q3 конечно сами наушники техничные достаточно и q3 еще техничный про он раскрывает как по мне посерьезнее аппарата у меня нету ну полностью раскрыл потенциал этих наушников но это даже мое субъективное мнение после с другим более серьезным аппаратом я даже не слышал и даже вот пришлось как-то мне с плеера с темпотек v1 ай сейчас на него скидка это один из самых ну не один на самый дешевый плеер из прошедших арест сертификацию скажем так из харизного сегмента вот даже с ним они звучали нормально вот немного проще где-то как бы ну слабее не то слово вот ну проще просто проще немного проще чем с фио q3 но меня что удивило достаточно как бы ну неплохо то есть я бы не сказал что они вот категоричны к источникам к источникам они тоже универсальны просто желательно что-нибудь что может как бы на них подать какую-то мощь ну и давайте собственно поговорим об их звучании бас хороший сочный детальный с обертонами сейчас я как бы будет ну рассказываю отдельно о басе а у меня картинка как это как это играет целиком перед глазами поэтому где-то немножко тяжело вот уходящий как бы хорошо и в глубину и в ширину вот в меру в глубину и хорошо в ширину тоже в меру ничего как бы лишнего хорошо вот ну слышны даже вот как бы вибра на хорошей записи даже вибрации идущие по вот по бас-бочке контрабас все это просто звучит великолепно если как бы по сап составляющей по сап части они тоже туда могут и могут достаточно то есть как бы ярко и хорошо если особенно это в треке прописано но это просто звучит великолепно то есть панчи атаки с затуханиями именно на низких частотах здесь тоже на хорошем уровне то есть можно слышать сначала удар в бас-бочку да потом слышать идущий звук и затухания и точно так же будет на вы чем вы чем мы еще доберемся переходим к серединке то есть сейчас серединке рано все-таки как бы не сказал о контрабасе как хорошо здесь звучит контрабас как хорошо здесь звучит вот мид басу то есть нижняя часть среднего нижняя часть серединки это ну это просто как бы великолепно я когда слышал слушал некоторые треки хорошо записанном качестве вот я слышал перебор струнный как как будто бы пальцы касаются самой струны и то есть каждой когда в переборе рифы или как бы ну то есть вот эта вот энергия несущаяся на мид басе по струнным она тоже великолепно ну то есть аж слышно как струна вибрирует то есть звук в струне не один не так вот когда не дотронулся и вот она звучит нет сначала касание потом звук потом он плавно затухает и ну это очень хорошо вокал вокал здесь не выдвинут далеко вперед не задвинут назад вот он как-то ровно посередине не обращает на себя сверх внимание мог как бы гармонично соответствует всей подачи если вы заметили у меня были средние тумблеры подняты вверх почему так потому что бас он яркий красивый но он как бы не без окраса он не несет какой-то свой окрас никакой как бы от себя тяны там нету вот он просто красивый и с хорошим расщеплением вот и такие же здесь в че под стать м ч о и когда они играют вместе ты где-то вот ну теряешь саму середину где-то вот может как бы чуть-чуть показаться что не хватает вокала просто если на нем сосредоточиться и слушать именно как бы вот среднюю часть диапазона тогда да а если как бы ну просто вот такой вот вау-эффект то ну вот не хватает чуть-чуть середины и поэтому средний тумблер вверх и все вот как бы становится на свои места ну буквально на чуть-чуть оно приближается но вот этого чуть-чуть хватает кстати тумблера здесь не работают как резкие какие-то там вот фильтры звука клацнул его бах баса навалила там или клацнул и середина все вся вылезла там вверх вперед нет а вот чуть-чуть добавляет если по вдруг где-то чуть-чуть не хватает потому что как бы ну даже одну я описываю звук по идее со всеми тумблерами вниз в нижнем положении и если где-то вот капли нету вы каплю хотите прибавить то вот ну вот вот вам и тумблер и дальше переходим к в че ребят но это тоже это они настолько красивые ну то есть они не украшены ни в коем случае не подумайте что какое-то украшательство вот так можно они красивы в своей натуральности они вот то есть как бы разложены по полочкам тарелочки это ну удар палочки потом звон а потом затухание все это как бы слышно но опять таки если ну вам не надо слух вы не вслушайте в него в эти в нюансы и они прям не мозолят вам глаза не выедают вам ухом то есть тогда вы слышите нормальную хорошую подачу многие говорят что это аналитичные наушники но я бы знаете я бы сказал что это что-то среднее вот между сухой аналитикой здесь даже и не пахнет что-то среднее между микро детальными микроконтрастными наушниками и музыкальными вообще вот так вот просто должны звучать я считаю любые наушники которые призваны приносить человеку удовольствие и в деталях и в общей подаче и в жире и в массе и в какой-то прозрачности то есть понимаете вроде кажется что есть масса и жирная мч но тут же есть прозрачность и легкость на в че и серединка все это между собой регулируют все такие же как здесь звучат струнные как здесь звучит скруп скрипка это все как бы красиво и и ярко но мне я бы не сказал что эти наушники играют на светлой или темной стороне если бы меня бы спросили ну то есть по мне так это вот хороший тональный баланс виталий когда только я купил я у него спрашивал ну как они тебе но это все на уровень выше чем я слышал до этого ну то есть получается и я тоже и я когда я ходил первый раз в уши я понимаю да все таки вот он уровень и стоят ли они своих денег 7000 гривен их можно купить на алиэкспресс или же то есть у нас в украине в магазинах они 8400 предоставлен я думаю на алике можно поторговаться там еще что-нибудь уступят стоят ли они как бы этих денег да ну просто очень часто возникает вопрос за что в наушниках такие космические деньги да вот за что за то удовольствие которое они могут принести я ну еще раз повторюсь что они как и в своей общей подачи великолепны как и вслушивание то есть какие-то определения нюансов и микроконтрастов они тоже как бы очень очень хороши я думаю что у фио получился просто хит они наушники как бы если вы скажете спросите меня рекомендую ли я их покупки да и мне сейчас вот тут я доделаю этот обзор хочу снять еще одно видео с ними как бы ну потом увидите хочу снять еще одно видео и мне с ними вот уже прощаться завтра послезавтра и и и немного жаль ну не то чтобы как бы мне жалко их отправлять назад их нему владельцу мне жаль прощаться с этим звуком жаль что его в моей жизни вот как бы уже не будет но я буду искать теперь я знаю что мне дальше искать если я как бы когда-то искал кибир ларки на максималках и нашел это в кинера иду теперь я знаю что я буду искать что-то похожее в других наушниках то есть может даже лучше или просто более дешевых наушников вот такой тюнинг звука но это действительно хорошо ребят я думаю что и водички я уже немного подналил поэтому давайте пустим эксперта как посмотрим ему эти наушники и ребята пока наш белок сейчас тут прогуляется посмотрит что к чему это у нас белочка дегу зовут его и сен искусственный интеллект вот вот такой у нас пушистый парень я вам еще расскажу как бы об этих наушниках чуть-чуть хотел рассказать такую историю есть замечательная группа разные люди лидер у нее чернецкий так тихо нельзя нельзя вот и есть у них концерта с чижом совместный один день вместе в киеве по-моему 2012 года я говорил об этом уже в ролике на гарнитуру джи биэль там где был обзор сейчас ссылочка вот вот ты чего там разошелся вот и там есть такой момент в песне рабочий рок-н-ролл когда и в бочку и в тарелочке одновременно лупит барабанщик да только не барабанщик а ударник во времена моего детства юности нельзя было назвать барабанщика барабанщиком только ударником а сейчас как-то все барабанщик барабанщик ну по крайней мере у меня знакомые и друзья ну и даже сами барабанщики говорят барабанщик ладно но я не об этом то есть вот он одновременно бьет в бас бочку и в тарелочке и это такое вот ну буйство красок это ну вот настолько красиво там бочка идет с обертонами с панчами то есть это красиво это удар звук то есть звук переходящий вот ну дальше дальше пока не затухнет и следующий следующий удар это реально звучит очень прикольно и тут же с удары по тарелочкам и тоже слышно как сначала удар потом потом сам звук потом шлейф ну это реально круто и на эти наушники ну то есть такой такой ветер в этом треке показывают ну это это очень красиво и вот вопрос как бы да стоят ли наушники таких денег для себя я ответил однозначно на этот вопрос да стоят 7000 гривен на али и у нас в магазинах восемь с половиной тысяч ну это ссылку кстати ну я же я размещу где их брал виталий и на официальный фиоский сайт тоже размещу это дорого это достаточно дорого то есть для простого среднего обывателя но все таки тут есть как бы за что отдать эти деньги я сниму еще один ролик это будет не то чтобы как бы сравнение ну вот как бы на фоне всех вот народных хитов которые у меня там сзади спрятаны несколько штук понятно там будет мера понятно там будет идун потому что я хочу именно вот в ч этих наушников и в че идун сравнить то есть в именно в лоб в лоб и рассказать вам об этом то есть там будет обязательно народный хит козы загс что-то еще я туда положу арию положу вот и чем конкретно насколько порядка выше эти наушники в чем они выиграют обязательно вам расскажу все ребят большое спасибо что вы со мной мне было очень приятно поделиться с вами своими мыслями по поводу этих наушников не забываем где-то что то есть как бы обзор это субъективное мнение объективно это технические характеристики и своим субъективным мнением я с вами поделился я остался очень доволен и большое спасибо виталию за то что дал познакомиться с этими наушниками все пока виталия